Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Больше чем на миллиард сеньги оштрафовали нарушителей карантина в мае. Только в первые пять дней выявили свыше 14 тысяч подобных фактов. 3,5 тысячи в Восточном Казахстане, больше 2 тысячи в Туркестанской области и 2 тысячи в Алматы. Подавляющее большинство граждан привлекли к ответственности за нарушение масочного режима в общественных местах. Напомню, за сутки в республике выявили порядка 2,5 тысяч инфицированных коронавирусом. В красной зоне остаются 7 регионов. 1 миллион 661 тысяча, простите, 609 казахстанцев привились первым компонентом вакцины. Свыше 566 тысяч получили вторую дозу. Обновленные данные опубликовали в Минздраве. Отмечу, жители страны прививают тремя препаратами. Спутник Ви, Казвак и Хайятвакс. В Непале ухудшилась эпид-обстановка. Система здравоохранения перегружена из-за роста зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявили свыше 9 тысяч новых инфицированных, сообщают в Министерстве здравоохранения. Ряд военных госпиталей и университетские клиники переоборудовали в больницы для пациентов с ковид. Отмечается, что в медучреждениях не хватает баллонов с кислородом, при том, что местные заводы работают на полную мощность круглые сутки. С начала эпидемии коронавирус в стране выявили почти у 380 тысяч человек. Свыше 3,5 тысяч скончались. Власти Японии продлили действующий режим чрезвычайного положения в Токио и трех других регионах страны до конца мая, чтобы остановить распространение коронавируса. Сейчас регистрируют стремительный рост числа тяжелобольных, пациентов, смертей, а также быстрое распространение разных штаммов вируса. Отмечу, до начала Олимпийских игр остается меньше двух месяцев. С тех пор, как мы объявили режим чрезвычайного положения, число людей на улицах в Токио и Осаке сократилось. Эффект от принятых мер стал заметен почти сразу. Однако количество новых заражений COVID-19 остается высоким, в основном в больших городах. По данным местных СМИ, всплески заражения также выявили в нескольких домах престарелых, в префектурах Хиога и Осака. Вирусом заразились порядка 200 человек, 38 скончались. Также сообщается, что люди лечились в самих учреждениях из-за недостатка медицинских ресурсов. Новый пункт вакцинации открыли в торговом доме Астаналык-Базар в Нур-Султане. Привиться там могут все желающие, вне зависимости от принадлежности к поликлинике и местопроживанию. Медицинская бригада работает с 8 утра и до 8 вечера на выбор три вида вакцин – спутник ВИК, Азвак и Хаятвакс. Отмечу, количество прививочных пунктов увеличили в столице в три раза. Помимо крупных торгово-развлекательных комплексов, получить прививку от COVID-19 сегодня можно и на городских рынках. Как отмечают в Акимате, дополнительные центры открывают для удобства жителей. Всего сначала кампании по иммунизации. В городе первым компонентом прививились свыше 120 тысяч человек, вторым – около 47 тысяч. Здесь все требования санитарным нормам соблюдены. То есть это и освещение, и требования по квадратуре, по оснащению прививочных кабинетов, по безопасности. Здесь такие же требования, как они в любом медицинском учреждении. 99% педагогов уже привили в Алматы. Массовая вакцинация продолжается. Первый компонент получили 247 тысяч жителей. По словам медработников, очень много желающих среди представителей старшего поколения. Привились больше 31 тысячи граждан старше 65 лет. Впрочем, пенсионеры легко переносят прививку. Побочных явлений среди них не наблюдали, говорят врачи. Активно вакцинируются участковые, полицейские и сами медработники. Отмечу, в Алматы функционируют больше 200 прививочных пунктов. Другим темам. В Павлодарской области 37 ветеранов войны. Каждый из них заслуживает особого внимания. Кудейберген, Капсалямов и Петр Кунгуров встречают очередную годовщину победы в кругу семьи. С таким трепетом каждый раз Петр Никитович Кунгуров надевает свой старенький китель с медалями и фуражку. И в отражении вновь видит того молодого офицера, который в 17 лет отправился на поле боя. На фронт он был призван из Алтайского края в 1944 году. Я был маленький, ростом, худой. Ну, тогда заканчивалась война. Да, я попадаю в Красноярск в полковую школу. Это называется 35-й учебный стрелковый полк. Это будущие младшие командиры. Заканчиваю. И где-то уже перед концом войны с Германией нас поднимают по тревоге. Теревоги, весь полк сажают в эти вагоны келячьи и повезли на Дальний Восток. Здравия желаю, господин полковник. Здравия желаю. Петр Никитович служил на 1-м Дальневосточном фронте в 10-м механизированном корпусе 204-й танковой бригаде. Больше всего боялись солдат-смертников, отмечает фронтовик. Из-за них и получил роковое ранение уже в конце войны. Вот эти камикадзе взорвали нас. Нас было четверо. Все погибли. Даже и камикадзе этот погиб. А меня отбросило. В общем, я потерял сознание. Была калечена нога. Ну, там все, кирпичи все падало. Так что, ну, я как-то три месяца пролежал в Северной Корею в госпитале потом. В 18 лет остался инвалидом. Вернулся после войны на родину. Уехал учиться в Казахстан и по работе попал в Павлодар. Фронтовик всегда сам встречает гостей. Он старается оставаться бодрым и позитивным в свои 94 года. Я каждый год прихожу, его поздравляю. Он обижается, если я не прихожу 9 мая. У меня папа прошел всю войну, участник войны. Он всю войну прошел. И для меня это 9 мая. Такой праздник действительно вот со слезами на глазах. И вот я прихожу, поздравляю Пётра Никитовича всегда. Кудайберген Капсалямов, артиллерист-наводчик, служил в 34-м отдельном истребительно-противотанковом дивизионе в составе Забайкальского военного округа. На фронт он ушел в 17 лет. Фронтовик принимал участие в освобождении многих городов от немецко-фашистских захватчиков. На его груди блестят орден славы третьей степени, медаль за освобождение Варшавы, за боевые заслуги и другие награды. Ветеран воспитал четверых детей. Сейчас у него 12 внуков и 19 правнуков. 20 сентября ему исполнится 96 лет. Благодаря отцу я появился на этот свет. Благодаря таким людям, как он, у нас мирное небо над головой. Сейчас и у меня есть дети, внуки, и все они уважают нашего дедушку, который как мог приближал к победу. 9 мая по традиции у нас в доме соберутся все родственники. Будем праздновать. С каждым годом участников Великой Отечественной войны становится все меньше. В преддверии Дня Победы весь город украшен билбордами с изображением ветеранов, тружеников тыла, героев Советского Союза. Сибир Химбай, Марат Игликов из Павлодара, Хабар-24. Кабден Смогулов. Единственный ветеран Великой Отечественной Ваягозии Восточно-Казахстанской области. Фронтовик прошел всю войну. Был в составе дивизии Бауржаном Амушлы, награжден орденами и боевой медалью имени маршала Жукова. Герой, участвовавший в освобождении нескольких городов, теперь мечтает лишь об одном – чтобы в мире побороли пандемию коронавируса. Участнику Великой Отечественной Войны Кабдену Смогулову через неделю исполнится 99 лет. Несмотря на преклонный возраст, он в деталях помнит тяжелые военные годы. Кабден Атау участвовал в освобождении нескольких городов от фашистских захватчиков. Был дважды ранен в боях под Москвой. Мы были в составе панфиловской дивизии под руководством Бауржана Мамушла. День победы мы встретили в Праге. От радости мы пели, кричали, плакали, подбрасывали вверх свои пилотки. Помню, мы накрыли стол тем, что было, и долго пировали. Больше всего Кабден Ата любит теплые встречи с молодежью. К слову, ветеран и сам когда-то был учителем. Поэтому давать ценные советы и направлять молодых он любит особенно. В свои 99 лет он любит заниматься спортом, часто выходит на прогулку, всегда дает наставления, делится мудрыми советами. Рассказывает истории военных лет. Он любит гостей, скучает по тем встречам, которые раньше проводились перед праздниками. Но сейчас из-за пандемии это, к сожалению, невозможно. Сегодня герой Второй мировой войны живет вместе с сыном и его семьей. У ветерана 29 внуков и 12 правнуков. Хочу, чтобы мир поскорее избавился от пандемии коронавируса, чтобы люди как раньше ходили друг к другу в гости, праздновали вместе Великий День Победы. Желаю всем мира и благополучия, чтобы вы тоже дожили до моих лет. В Айаговском районе 230 тружеников тыла. Их представители местной власти также не оставили без внимания. В скором времени в регионе планируют открыть мемориальный комплекс, где на памятной доске будут высечены имена всех участников Великой Отечественной войны. Асим Утешевым идет Мирханов, Хабар, 24, Восточно-Казахстанская область. Награда нашла героя спустя 77 лет. В музее Бухареста обнаружили орден Александра Невского, принадлежавший жамбылскому ветерану Рахимберды Досмухамбетову. Удостоверение к награде подтверждает, что она принадлежит бойцу из Казахстана. В преддверии 9 мая в Парке Победы горожане почтили память павших минутой молчания и вручили найденный ордер внуку ветерана Бауржану Досмухамбетову. Известно, что его деда призвали на фронт в 19 лет. В бою с немецкими захватчиками он умело вел роту в атаку, при этом уничтожил 9 фашистов и вынес с поля раненого капитана. За год до победы Рахимберды Досмухамбетов получил тяжелое ранение, в то время как он как раз и потерял награды и документы. Для нас это особенное событие. Мы очень рады, что спустя 77 лет награда все-таки нашла своего героя. Мужество и отвага ветерана – яркий пример для всех. Такие мероприятия, посвященные подвигам наших героев, являются неотлемлемой частью воспитания нашей молодежи. В столице в канун Дня Победы открыли памятник легендарному летчику Талгату Бегельдинову. Во время войны на своем штурмовике он совершил больше 300 боевых вылетов. Монумент расположился по проспекту Сарарка. Над проектом работали скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдеев. Памятник выполнен из бронзы и гранита. На нем Талгат Бегельдинов изображен молодым в форме летчика. На груди его красуются медали. В церемонии открытия памятника приняли участие глава Минобороны Нурлан Ермикбаев и родные Талгаты Бегельдинова. Мне он очень понравился. Очень отец понравился. И причем, посмотрите, очень хорошо сделали лицо. Потому что он прямо один в один. Это были действительно очень талантливые ребята. Место тоже хорошее. Тем более здесь проспект Бегельдинова. Три многоэтажных дома построили в городе Ары из Туркестанской области. Ключи от 108 квартир достанутся ветеранам тыла, многодетным семьям, сиротам и инвалидам. До конца года местный жилищный фонд пополнится еще на 240 квартир. Их также получат очередники и льготники. Строительство каждого дома бюджету обошлось в 277 миллионов тенге. Новые квартиры жители получат по программе «Доступное жилье». Всего свою очередь на жилье в городе ожидают 1951 человек. Оползнеопасный склон возле международного комплекса лыжных трамплинов «Сунгар» в Алматы укрепят. Такое решение было принято после обследования участка сотрудниками ЧАЭС, Кастелезащиты, Управления зеленой экономики и других организаций. В первую очередь там планируют провести инженерно-геологическое изыскание, запланированное на этот год. А пока объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, ожидается благоустройство и озеленение территории. Напомним, в начале апреля активисты рассказали в соцсетях, что на горе, где расположен спортивный комплекс, появились трещины и обвалы. И в зоне риска оказались жители близлежащего коттеджного городка. На ситуацию тогда сразу отреагировали сотрудники ЧАЭС, но следов оползня они не выявили. Мы видели, насколько сильно была размыта земля, потому что было понятно, что это размытие происходит от спуска воды. Поэтому, в принципе, было принято решение о том, что капитального строительства на горе не будет происходить. Но при этом для того, чтобы укрепить гору и не допустить подобных явлений, было принято решение о том, что будет проводиться строительство дендрария. Очень важная работа – это будет провести водоотводы, сформировать, получается, подачу воды для полива и отвести отвод воды как ливневой, так и дождевой, так и, получается, поливочной. В Актюбинской области школьники и волонтеры присоединились к республиканской акции «Киэлит-Бегат». Активисты высадили больше ста саженцев яблони, вяза мелколистного и березы в Тимирском, Байганинском и Мартукском районах. В акции приняли участие около 400 человек. Еще одну экоакцию «Сад памяти» приурочили ко Дню Победы. А в областном центре провели субботник на территории мемориала «Братская могила». Там захоронены останки 293 солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Это дань уважения к тем людям, которые защищали нашу Родину, которые воевали. И наше старшее поколение вместе с нами и будущее поколение будет все это держать в чистоте. Поздравляем вас с этим Днем, с Днем Победы. И на этом все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»